Хадиджа Ради Аллаху Анха Первой женой пророка, салаллаху алейху ассалям, была Хадиджа бин Хуайлид аль-Курашия аль-Ассадия, ради Аллаху Анха. Он женился на ней еще до начала пророческой миссии, и на тот момент ей было 40 лет. При ее жизни он не женился на других женщинах, все его дети от нее, кроме Ибрахима. Она помогала ему пророческой миссии, прилагала особое усердие вместе с ним, и поддерживала его делами и имуществом. И Аллах Всевышний отправил ей приветствие через ангела Джабриила, и неизвестно, было ли оказано такое почтение какой-либо другой женщине еще. Она умерла за три года до переселения пророка в Медину. Сауда, ради Аллаху Анха Через несколько дней, после смерти первой жены, пророк, салаллаху алейху ассалям, женился на Сауде бин Зама'а аль-Курашия, ради Аллаху Анха. Она та из его жен, которая подарила свои дни Айши, ради Аллаху Анха. Айша, ради Аллаху Анха. После Сауды пророк, салаллаху алейху ассалям, женился на Умм Абдуллах Айши, правдивейшей дочери правдивейшего, о непричастности, которое к прелюбодеянию было возвещено с высоты семи небес, которая была любимицей посланника Аллаха. До того, как он на ней женился, ему дважды было показано во сне ее изображение на куске шелка, и ангел сказал, «Это твоя жена». Он женился на ней в месяц Шаваль, и на тот момент ей было шесть лет. Она стала жить с ним, когда ей исполнилось девять лет, в первом году по хиджри. Только она из его жен была девственницей. Когда он на ней женился, и бывало так, что ему не спосылалось откровение, когда он находился на ее постели в то время, когда он находился у других жен, этого не происходило. Она была для него самым любимым из созданий, и она была оправдана с высоты небес. Исламская община единогласна в том, что тот, кто обвиняет ее в совершении прелюбодеяния, является неверующим. Она является самой знающей и понимающей в вопросах веры среди его жен. И бывало так, что даже самые уважаемые из подвижники пророка обращались к ней с вопросами или ссылались на ее слова. Хафса, ради Аллаху Анха. Затем пророк, саляллаху алейху ассалям, женился на Хафсе бинт Умар ибн Аль-Хатаб, ради Аллаху Анха. До этого она приняла ислам со своим первым мужем, которого звали Хунайс ибн Хузафа ас-Сахми, ради Аллаху Анху, и переселилась вместе с ним в Медину. Хунайс ибн Хузафа ас-Сахми умер вскоре после битвы при Ухуде, и затем Хафсу взял в жены посланника Аллаха, саляллаху алейху ассалям. Субтитры создавал DimaTorzok